Итоги недели Как мы с вами и договаривались в прошлый раз, мы наконец соберемся и еще раз детально обсудим организационные проблемы, которые нужно обсудить, чтобы обеспечить эффективную работу Всебелорусского народного собрания. Финишная прямая. Оргкомитет был создан, как мне докладывают, постоянно собирались, работали, выработали основные документы, но есть ряд вопросов, которые касаются постоянного президиума, заместителей, председателя. Надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Белорусскому народному собранию формировать их. Словом, обеспечить нормальный управляемый рабочий процесс ВНС. Начиная от оформления города, без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту, до зала заседания. Со многими я переговорил, кто непосредственно этим занимается. Сегодня хотел бы в этом кругу услышать ваши предложения и вопросы, особенно по тем направлениям, по которым мы в прошлый раз не выработали принципиальное решение. Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питания и проживания, и заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, на заседании Всебелорусского народного собрания приглашены зарубежные гости, руководители межгосударственных объединений послы зарубежных стран. На сегодняшний день практически все готово, организационные вопросы решены, технические вопросы решены, делегаты съезда определены, проведены все выборные процедуры в строгом соответствии с законодательством. И столица готовится принять это важнейшее для нашей страны политическое мероприятие. Приглашенных, кстати, людей также будет немало, порядка 700 человек. И делано это тоже специально для того, чтобы делегации регионов смогли воочию увидеть, что будет происходить в эти дни, и потом фактически донести это до жителей своих областей и городов. Мероприятие это в первую очередь для белорусского народа, поэтому упор мы делали на это. Но с учетом того, что это, как я уже сказал, первое заседание в новом статусе, и во второй день планируется, что в повестке будет обсуждаться ряд таких важных концептуальных документов, касающихся и международных вопросов, то, конечно же, мы пригласили на него иностранных гостей. Это руководители, в первую очередь, интеграционных межгосударственных объединений, в которые входит Республика Беларусь, и послы зарубежных стран, аккредитованные в Республике Беларусь. Представители Запада, посольство есть, захотят прийти, придут. А специально кого-то приглашать мы не видим смысла. Традиция, объединяющая миллионы белорусов, в стране прошел республиканский субботник. Навести порядок после зимы, благоустроить свою землю, где бренд «Чистота» самого утра субботы вышли в каждом уголке Беларуси. От малых населенных пунктов до больших городов. В субботнике всегда принимает участие президент. Пять сортов яблон заложили в общий сад на малой родине главы государства. Всего 400 деревьев во время республиканского субботника работали Александр Лукашенко и журналисты. Одним из участников президентского субботника стал Игорь Абрамчик, руководитель фермерского хозяйства «Спартанагра» Молодеченского района. Игорь, фермер, трудяга. Кстати, не аграрный. Нет, не аграрный. Инженер-экономист. БГУИР. Но все равно на земле. Айтишник. А в деревне был? Да, жил, жил. Первые четыре, три. Три класса закончил в Молодеченском районе. Понимаешь, если родился на земле, оно и тянет туда, к этой земле, чтобы прикоснуться. А если нет, трудно будет с него сделать фермер. Вот он фермер, сколько стоит. Сто на сегодня. Немножко растет. Нет, мы можем тебе колхоз дать. Потихонечку. Не надо потихонечку. Я тебе советую, пока не разобрались. Хорошее хозяйство взять. Здесь земли неплохие. Вот у нас главный учитель. Он хорошо освоил садоводство. Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже будучи президентом я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту. Особенно польские. А у него яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. И чище не только потому, что он говорит, чище, чище. Потому что он знает, если он гадость на рынок поставит, мы с него спросим. А спроси иди с поляков. Точно так здравоохранение, образование, чтобы знать. Если врач берет скальпель в руки, он знает, что надо от души работать. Потому что спросит. Около 2 миллионов 400 тысяч граждан приняли участие в республиканском субботнике. Предварительные цифры озвучил руководитель штаба, вице-премьер Петр Пархом. Собрано около 14,5 миллионов рублей. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году, заметил вице-премьер. Настроение хорошее настроение у многих. Вышли большими коллективами. Я узнаю, что Министерство промышленности сегодня на интеграле высаживает аллею, посвященную 30-летию Министерства промышленности Республики Беларусь. И участвуют все директора холдингов. Вы видите, что делает Министерство лесного хозяйства. Она уже заранее, еще до этого праздника, объявила великий праздник посадки лесных насаждений. И здесь тоже уже приняло участие более 80 тысяч. Притом приятно отмечать то, что участвуют от малого до великого. То есть это и силовые наши структуры, это институты, университеты, это школьные детишки. И это все превращается в такой хороший праздник, в хорошее настроение. Руководство правительства во главе с премьером Романом Головченко работали в Копольском районе. Высадили 18 стуй на месте захоронения партизан, погибших во время Лавского боя. Также правительственная делегация высадила дубы на площади в полтора гектара на территории Коловского лесничества. Как заметил премьер-министр Роман Головченко, дуб – это символ силы и стойкости. В прошлом году мы сажали с вами сосны. Сегодня спросил, говорят, растут, ничего не засохло. Поэтому в этом году дуб – дерево мощное, вечное, символ силы, стойкости. Поэтому для нашей страны, я думаю, это в данный момент самое подходящее дерево. Сельскохозяйственный сектор. Настало время переводить на новый технологический уровень. Большое совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли прошло на неделе. По всем направлениям, о их в сельском хозяйстве немало. Президент ставит конкретные задачи. В целом, аграриям есть чем гордиться. В Беларуси обеспечена продовольственная безопасность. По производству продуктов питания превосходим другие государства СНГ. Белорусские продукты на вкусные в 107 странах мира. Сегодня, по словам президента, стоит задача сделать работу отрасли более устойчивой и развитие прогрессивным. Все возможности для этого есть. От положения дел на селе во многом зависит от благосостояния наших людей. Валютное поступление, уровень продовольственной безопасности и, в конечном итоге, социально-политическая стабильность в стране. Люди, прежде всего, должны быть накормлены, одеты. Словом, жить нормально. Тогда и будет социально-экономическая стабильность. Во многом этому способствует сельское хозяйство. В целом, аграриям есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия. Существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потреблению на душу населения. Обеспеченность по молоку составляет почти 270%. Мясу 135%. Сахару более 150%. Картофелю 112%. По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Мы входим в пятерку стран экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции. Это главные продукты сельского хозяйства. Отечественное продовольствие поставляется более чем в 107 государств мира. Валютная выручка от ее реализации в 2023 году составила почти 7,5 миллиарда долларов. И это при резком падении мировых цен. Сегодня стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Мы это умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться в связи с ростом населения и теми проблемами, которые охватывают в том или ином регионе планеты населения. Повторю еще раз. Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть, но их надо забыть. Знаете для чего? Нужно железно расширять производство экспорт-продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные географические сегменты. Иного не дано. Поэтому разговор мы поведем не столько об успехах, я уже сказал, они есть, сколько об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на существенно более высокие показатели. Сегодня наша диспозиция такова. По итогам предыдущего 2023 года в производстве продукции сельского хозяйства мы получили скромное, чуть более 1% роста, а в растеневодстве мы упали более чем на 1%. У животноводствия 4,5% плюс. С учетом того, сколько вложено в село, это более чем скромно. Теперь посмотрим на ситуацию по всем основным пунктам с точки зрения проблем и возможных вариантов их решений. Первое. Растеневодство. Результат прошлого года почти провальный. Мы не сумели удержать уровень 2022 года. Не добрали свыше миллиона тонн зерна. 63 тысячи тонн овощей и 10 тысяч тонн льного волокна. Почти в каждой третьей организации урожайность зерна составила ниже 20% с гектара. Правительство традиционно перекладывает вину на неблагоприятные погодные условия. Вторит ему и губернаторы. Однако, нужно прямо сказать, вопрос не только в погоде. Во-первых, в ряде регионов не соблюдается разработанная наукой и практикой подтвержденная индивидуальная структура посевных площадей. До 30-40% зерновых, особенно озимых, высеваются по недопустимым предшественникам. За последние 10 лет на четверть увеличились площади засеваемых пшеницей. Но почти половина таких площадей малопригодна для возделывания этой культуры. Особенно остро данная проблема проявляется в Гомельской, Могилевской и Витебской областях. При этом специалисты посчитали, что ежегодные потери зерна от таких агрономических приемов составляют не менее 450-500 тысяч тонн. Мною неоднократно давалось поручение по расширению посевов белковых культур под полную потребность животноводства, чтобы заместить в том числе и импорт. Кстати, там, где пошли по этому пути, проблем с кормами нет. А пока на деле из рекомендуемых наукой 252 тысяч гектаров зернобобовыми, культурами засевается только чуть больше половины. Во-вторых, снижаются объемы внесения минеральных удобрений. Не проводится полный комплекс защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур. Наглядный пример из доклада Комитета госконтроля. В прошлом году в Оливяче Червинского района на поле близ деревни Красная Нева 40 гектаров проведен сев смеси ярового ячменя и овса без внесения фосфорных удобрений по неубранным камням и бытовому мусору. Значительная часть семян оказалась просто на поверхности, не заделана в почву. В итоге у таких нерадивых хозяев запланированного урожая нет, нужной кормовой базы для животноводства нет, плюс к этому снижение плодородия почв и другие проблемы. На совещании президент озвучил вопиющий факт нарушений ВПК и потребовал суровых мер реагирования. Ситуация остается сложной в вопросе сохранности скота и птицы. Есть хозяйства, где нарушаются требования тех регламентов, содержание кормления, не соблюдаются схемы вакцинации. Александр Лукашенко также потребовал разобраться в вопросе эффективности господдержки на селе. А зарплату руководителя предлагают увязать с результатами работы организации. Особое внимание следует уделить решению кадровой проблемы. Кроме административных мер, у каждого хозяйства должна быть своя дополнительная система закрепления специалистов. Стратегическая цель – создать в Беларуси высокотехнологичный прибыльный аграрный сектор. Экономики Беларуси и России прошли серьезную проверку на прочность. Об этом сказал премьер Роман Головченко на переговорах с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Встреча прошла в Москве. Страны продемонстрировали серьезную устойчивость в непростых условиях. По итогам прошлого года воловой внутренний продукт и в России в Беларуси подрос, сказал Роман Головченко. Положительные тенденции сохраняются и в текущем году, по итогам двух месяцев. Мы также наблюдаем рост товарооборота даже по сравнению к успешному аналогичному периоду прошлого года. Я думаю, вы согласитесь, Михаил Миш, что импульс задан очень хороший. Конечно, ситуация непростая. Фактически каждый день появляются новые проблемы, которые мы совместно решаем. Но, как мы уже неоднократно с вами говорили, делать это вместе гораздо проще. И именно на это направлен основной вектор союзной интеграции. Вы знаете, что нашими государственными органами уже подготовлено более 30 совместных планов мероприятий по исполнению основных направлений дорожной карты по строительству союзного государства на ближайшие три года. В целях обеспечения безусловного выполнения ключевых договоренностей глав государств, считаю, необходимо ускорить разработку и принятие этих планов единым пакетом. Глава Кабина России Михаил Мишустин напомнил, встреча премьеров проходила сразу после переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Задача для правительства – обеспечить четкое безусловное выполнение всех решений, которые главы государств приняли на высшем уровне. Такая тщательная работа дает эффект, например, рекордный товарооборот между странами в прошлом году. Несмотря на усиливающееся санкционное давление, Россия и Белоруссия поступательно укрепляют союзную интеграцию. Мы с вами совместно выполняем принятые Высшим государственным советом 29 января в Санкт-Петербурге с участием наших президентов основные направления реализации договора о союзном государстве на ближайшую трехлетку. Уделяем приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества. У нас в 2023 году опять очередной рекорд установлен. Рекордные показатели взаимного товарооборота – это 4 триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей. Ускоряем реализацию 25 совместных проектов в области промышленной кооперации. Хочу вас, уважаемый Роман Александрович, поблагодарить. Вы были инициатором промышленной кооперации, как на пространстве Евразес и на СНГ, но, естественно, и в рамках союзного государства. Наращиваем экспорт белорусских товаров на внешние рынки с использованием российской транспортной инфраструктуры. Но в прошлом году, в частности, транзитные перевозки увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022 годом до 20 миллионов тонн. По итогам переговоров между правительствами подписан ряд ключевых документов для дальнейшего развития союзного государства, например, соглашение о разработке организации производства легкого многоцелевого самолета «СВИ». Итоги недели